Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать в одну из онлайн-студий Школы Эмоционального Интеллекта и Психотерапии. Эта студия находится у меня дома, и именно отсюда я веду свои личные прямые эфиры, веду свои семинары. И сегодня вы будете свидетелем очень такой популярной рубрики, очень востребованной в профессиональном смысле и в любительском смысле, и в клиентском смысле рубрики, которая называется «Разборы кейсов». Для тех, кто только присоединился, либо смотрит эту рубрику впервые, я напомню, что такое «Разборы кейсов», и мы поговорим о том, что мы сегодня будем делать. Разбор кейсов – это разбор клиентского случая. Совершенно рандомно, по жалобам, я выберу человека, который заранее готов вступить со мной в разговор с помощью присоединения к нашей трансляции. У нас экран разделится на две части. Сверху будет мое изображение, снизу будет наш участник, который дает свое согласие на то, что мы его видим, слышим, я с ним разговариваю, и дает свое согласие на публикацию этого видео в Инстаграме или в Ютьюбе. Ну и, соответственно, мы разбираем его случаи, его жалобы. Скорее всего, мы будем говорить о тревожно-фобических расстройствах и депрессиях. Скорее всего, мы будем говорить о генерализованном тревожном расстройстве, о паническом расстройстве, о тревожно-депрессивном расстройстве. В принципе, оно все пляшет вокруг да около, как правило. Потому что есть конкретная тревожная симптоматика, есть конкретно депрессивная симптоматика, есть обсессивно-компульсивная симптоматика, есть астеническая симптоматика, ну и сопутствующие ей смешанные состояния. Следовательно, от вас требуется быть очень внимательными, потому что многие могут подумать, что если меня не выбрали на разбор кейсов, то это плохо, не буду смотреть, не буду слушать. На самом деле, как показывает моя 15-летняя большая практика, очень много результата получают люди, именно те, кто слушает разборы кейсов. Поэтому я вас призываю всех быть очень внимательными. Во-вторых, важный такой момент, когда вы будете слушать разбор кейса, пытаетесь задать себе вопрос, как вы понимаете ход моей беседы, насколько вы понимаете структуру и логику моих вопросов, насколько вы видите ту причинно-следственную связь, которую я пытаюсь показать. И если вы специалист, если вы практик в психотерапии, в психофизиологии, то для вас это тоже может быть интересным, посмотреть на то, как я разбираю случаи, может быть, вам есть что взять, есть что дополнить или как-то вот применить это на своем, что ли, опыте. Вот, поэтому эта программа, эта рубрика очень популярна и практически полезна. Заметьте, она абсолютно бесплатна, где вы учитесь, отрабатываете, помогаете и развиваетесь. Давайте искать нашего сегодняшнего, значит, участника. Еще раз хочу всем напомнить, что запрос на участие в разборах кейсов пишут только те люди, которые дают свое согласие на то, что их будет видно. Во-вторых, они готовы к тому, что их будет видно, что там нету пьяного мужа в трусах на заднем фоне. И, в-третьих, он дает согласие, что этот кейс может быть опубликован на ютюбе или в инстаграме. Вот, соответственно, это важно. Ну и как мы подаем заявку? Мы пишем, вы, в частности, пишете в чат сейчас. Не что я хочу, мне абсолютно все равно на ваше хочу. Вы пишете в чат коротким предложением то, с чем вы не можете справиться. Я не могу справиться с... И буквально несколько слов. Не надо писать просто не анамнеза болезни. Просто напишите. Не могу справиться с тем-то, 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 тем-то. Не надо писать историю детства. Не надо писать то, что вы думаете по этому поводу. Просто одним предложением. Не могу справиться с тем-то, 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 тем-то. Все. Ну, вот видите, кто-то не может понять Давайте я еще раз повторю Вы пишите, не могу справиться с тем-то, 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 тем-то А вы вот как бы немножечко не слышите то, что я говорю, да? Поехали Так, не могу справиться с чувством напряжения в теле, не зная, куда копать Ну, я не в тело, копать-то надо У меня навязчивые мысли, развестись с мужем постоянно ищу причину для развода И спать с ним не хочу Сразу паника и слезы Да, здесь все время вопрос возникает, чем вы руководствовались, выходя замуж Это самый мой любимый вопрос Потому что подавляющее большинство людей, выходя замуж или женясь, руководствуется такой логикой И такими концепциями, которые, в принципе, обречены на катастрофу в горизонте 3-5 лет Не потому, что люди плохие, или там что-то случилось, так сказать А потому, что изначальная мотивация, она, в принципе, была очень обреченной То есть, фактически, это просто таймер, который вы завели, и он бы рванул бы 3-5 лет Вот горизонт Что тут удивляться, собственно говоря? А то и меньше Не могу справиться с паническими атаками Ребят, кто не может справиться с паническими атаками Пожалуйста, вам мой базовый курс в помощь На моем сайте он есть в продаже Нет никаких проблем Это не сложно Я не хочу сейчас про панические атаки говорить Потому что я про это 15 лет говорю И если вы, ну, в состоянии Посмотрите, пожалуйста, видео на канале Или базовый курс посмотрите Не могу справиться с навязчивыми мыслями о женатом мужчине С которым я осталась Ну, нет, это не наша тема сегодня Не могу отказаться от офиса Начать работать полноценно качественного психотерапевта Непонятная история Причем здесь мы вообще Не могу справиться Мы занимаемся психофизиологией, если что Если я кому-то хочу напомнить Что я не занимаюсь женским счастьем Я не занимаюсь женским изобилием Я не занимаюсь пикапом Я не занимаюсь сватовством Я занимаюсь психофизиологией Хорошо? Ко мне не нужно приходить со словами У меня что-то не ладится с мужиками Это не ко мне Пожалуйста Я занимаюсь психофизиологией Назовите это психосоматикой Назовите это психофизиологией Или невротическими функциональными расстройствами Функциональными расстройствами Я не человек, который будет вам сидеть И рассказывать, как вам наладить отношения с мужиками Таких, как бы, гоблинов в интернете В полном-полно Меня только к этому приплюсовывать не нужно Я вас очень прошу Не могу справиться с социофобией Трудно чувствовать себя в своей тарелке В общении с людьми Не могу справиться со страхом Причинить вред себе или ребенку Популярная нынче история Так, раз кандидат у нас тогда, да Не могу справиться со страхом Причинить вред себе или ребенку Классика жанра ОКР страх перед контролем Гольтема Ну да, это оно и есть Соответственно, давайте посмотрим еще какого-то кандидата Не могу справиться с прокрастинацией и экстрасистолами Как интересно, у вас жалоба выстроена Одна из одной сферы, другая из другой сферы Кстати, ни одни психологи МГУ не знают, что такое экстрасистолы Если вы учитесь на псифаке Вот у меня к вам вопрос Или кто закончил псифак Знаете ли вы, что такое экстрасистолы В рамках программы псифака Покажите мне пальцем В программе высшего учебного заведения Российской Федерации На психологической, педагогическом факультете Или даже на клинической психологии Разбираете ли вы тему экстрасистол А потом удивитесь, почему вы абсолютно бесполезны Для ваших клиентов Вот вам на то и ответ Как вы будете консультировать клиента С тревожным расстройством и экстрасистолами Опять же, да? Вы же понятия не имеете, о чем идет речь Как вы можете это консультировать Вот в этом большая проблема Вы не психолог, вы врач Но тем более, в чем тогда вопрос Если у вас экстрасистолы, вы врач Если вы врач и у вас экстрасистолы То вы прекрасно знаете, что надо делать Ну, либо знают ваши коллеги Так, страх к визиту к стоматологу Тоже популярная история, но неинтересно Не могу справиться, чтобы оставаться и жить одна Следствие ипохондрии Не могу справиться с тем, чтобы остаться одна Это классическая инфантильная позиция жертвы Тоже как хорошая история Но она более глубокая Боющаяся аудитория хочет что-нибудь такого Классического, что ли Ну, давайте пойдем по классике Вы согласны, что вот у нас есть Кристина Которая не может справиться с... Нет, где у нас Кристина? Вот, нет, не Кристина У нас Га... Я боюсь Галия Если я правильно произношу Не могу справиться со страхом причинить себе вред Или ребенку Я предлагаю сегодня этот кейс рассмотреть Это классическая обсессивная концепция Страх потерять контроль Страх причинить себе вред Страх сойти с ума Страх причинить вред ребенку близкому Страх покончить с собой Страх причинить какой-то вред Это очень такая частая жалоба В структуре тревожно-фобических расстройств В частности, это рубрика Которая называется Обсессивно-компульсивное расстройство Это рубрика F4 А конкретней это рубрика F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия Вот, F42.2 Но либо преимущественно навязчивые мысли F42.0 Это если вы врач По коду МКБ 10-го пересмотра Ну что же, поехали Давайте, я надеюсь, что девушка подготовилась Я посылаю вам Думаю, что вас зовут Галия Вы, пожалуйста, поправьте меня Если я не прав У нас с вами 45 минут На разбор кейсов Так Пожалуйста, нужно принять Мое приглашение в эфир Пожалуйста Или послать О, что-то случилось Так Пошли Концепция мужа И Так Я так и понял Примерно Так Здравствуйте Привет Ура Заработали Как вас зовут? Галия, все правильно О, видите Не зря в Уфу летал Много раз Верно Замечательно Так Мы с вами знакомы, не знакомы По-моему, нет Не припомню такого Нет, нет В Ютубе я очень много смотрю ваши видео Все, как бы Я знаю, кто вы такой уже Как бы Ну, лично не общались мы с вами Нет, ни разу Супер Галия, расскажите, пожалуйста Когда в первый раз Вы Начали наблюдать Что вот эти мысли Начали к вам подходить Страх потерять контроль И причинить вред себе Или ребенку Ровно три года назад После чего? Ну Там история была с ребенком Вообще до этого Ребенку было год и восемь месяцев Потеря сознания была Я испугалась очень сильно Что ребенок умер Но в итоге получилось Это из-за температуры Фибрильные судороги Потом через год Это еще раз повторилось Там ребенка было Два и восемь уже Ну вот как раз После Три года было И уже Вот у меня начались Вот такие мысли Как бы А как они начались Расскажите Правильно Смотрите Была ситуация В деревне Парень повесился Знакомый Как бы Но он выпивал У него ни семьи Никого не было Как бы Вот Ребенок со мной спал В это время всегда Я долго грудью кормила И вот у меня первая мысль Как будто я могу Задушить своего ребенка Вот первая мысль была Потом нож пошел Почему-то Я не знаю Вот этот страх ножа Я не знаю уже Три года вообще Убирать не могу Ни себе Ни ребенку Вот постоянно Ребенок Я ребенок Я постоянно Вот этот нож Даже абсолютно Чужим людям Может быть такие Мысли Первый раз вижу человека То же самое Может быть Такие же мысли Вот абсолютно Я не знаю этого человека Помимо Как эти мысли выглядят Я сейчас потеряю контроль Возьму нож И что-то сделаю Да Именно так Да Именно так Понятно А кроме этих жалоб Есть еще какие-то жалобы В виде тревоги Страха Самочувствия Аппетита Сна Общего физического состояния Ну Сейчас только Вот этот страх Потеря контроля Аппетит уже есть Как бы Было вообще Очень плохо Я на 15 килограмм Похудела за 3 года Очень сильно Первые годы Вообще я не ела Не пила Я воду глотала И обратно выходила Вот это все Вот здесь можно поподробнее Когда началось Вот то Что вы описываете Где вы не ели И похудели сильно Как это выглядело Как это технически происходило Вот смотрите Я когда вот эти первые мысли пошли Я пошла в больницу В Москве Психоневрологическая больница Через знакомую туда попала А когда это было Галия Скажите мне пожалуйста Конкретно год и месяц Можете вспомнить Это было 19-й год Октябрь Начало октября Где-то было это То есть Это в принципе Можно считать Точка начала Вашей борьбы С проблемой Да-да-да-да Как были первые мысли Я в эту же неделю Записалась к врачу Как бы Поехала в больницу Там меня проверяли Разные психологи И прописали Нейролептики Там Аланзапин И что-то еще Квитиапин Если я не ошибаюсь Которые меня превратили Вообще В овощ А вы жаловались на что Когда поехали К этим врачам На эти мысли То что я могу Причинить вред ребенку Самые первые мысли такие А они вам показали Выписку Или диагноз Написали На препараты Когда вам Выписывали рецепт Ой Честно Я вот этого Уже вообще не помню Рецепты были То что дали И прописали Вот эти лекарства Я их купила И пила Обратно к этому врачу Потом поехала Она мне Что-то там Дозу что-ли увеличила А кроме нейролептиков Было что-то еще Нет 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 Кроме нейролептиков Антидепрессанты Вообще ничего не было Нет Только вот это Антидепрессанты Вы не принимали Нет 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 Вообще Такого не было Нет Хорошо Давайте вернемся К вашей истории Вот эта история Где вы не могли кушать И вода даже не усваивалась Что это было Как это выглядело Ну вот именно Когда вот начала Вот эту нейролептик пить Я спала целыми днями Есть не хотела Вообще абсолютно Я кушать готовила Так через силу Чтобы семью покормить И сама лежала Плакала Вот такое состояние было Вообще мне ничего не надо было Абсолютно Не еда Это состояние возникло После приема нейролептиков В леду? Нет Нет Именно Когда начала принимать Вот эти лекарства А когда вы их отменили Это состояние ушло? Да Да-да-да Потихоньку я на работу вышла А потом потихоньку-потихоньку Я начала в себя возвращаться Как-то Да Да А кто вам назначил Нейролептики? Психолог Психотерапевт В больнице А вы повторно Не обращались С другим Да, людям? Ой, я много ходила Очень много И что они назначали? Вы что-то принимали еще? Помню, перилоджин Назначали Я и к неврологам ходила Что еще? Атаракс был Ну, такие лекарства Которые более, наверное Как успокаивающие Я не знаю Они такие же Финибуд Вот это все На каком препарате Вам эти мысли Их было поменьше? Нет Я не думаю Что из-за каких-то таблеток Мне стало У меня мыслей меньше Нет Не было такого Вообще нет Как были такие То есть Какие-то уходят Какие-то обратно приходят Например Вот они постоянно меняются Вот То есть вы не можете сказать Что был такой месяц Например Когда было все хорошо? Нет Нет А когда вы принимали Атаракс Например После приема Атаракса Пока он действует Таких мыслей не было? Были мысли Как бы У меня нет Вот Такого чувства нет Что вот как будто Сейчас потеряю контроль Есть нож? Есть Внимание не обращаю Как-то есть А иногда даже бывает Вот сейчас потеряю контроль Как будто вот Я не знаю Как Пазы что ли Есть Вот это меня больше всего Пугает И на себя И на ребенка Например И на чужих людей Вот это бывает Как будто вот сейчас Именно потеряю контроль Как пазы Вот это Как желание что ли Я не знаю Или это страх Я не знаю Вот это меня пугает Я до сих пор не понимаю Что это такое Вот это состояние именно А что вы помните из моих роликов? Что вы знаете вообще и думаете сегодня? Ой, не знаю, у меня, честно говоря, нет доверия к себе. Да, я слушала ваше именно видео про поверие и контроль, насчет ребенка, то, что это у меня не желание, а страх так проявляется. Вот, не знаю, пересмотрела раз в 50, наверное, все равно я не могу, доверия нет к себе и все. Давайте об этом поговорим. Во-первых, Галия, спасибо, что вы об этом упомянули и хорошо, что вы эти ролики начали смотреть. Это уже, ну, во всяком случае, лучше, чем это отсутствие. Значит, действительно, вы говорите о таком обсессивном синдроме, скорее всего, в структуре обсессивно-компульсивного расстройства, либо генерализованного тревожного расстройства. Сейчас один еще момент, простите, пожалуйста, а в каком возрасте это у вас началось? Сейчас мне 38, это где-то было 35 лет мне. 36-35, сейчас было. А 36-35, а до этого были какие-то жалобы? Ну, таких жалобы не было. Видимо, вот я сейчас думаю, были такие страхи у меня, как будто вот кто-то, муж уходил на работу, например, и я одна оставалась дома с ребенком. Были мысли, как будто кто сейчас зайдет к нам и нас будет убивать. Почему такие были? Это когда было? Стоп, 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 здесь поподробнее. Это было, когда у меня родился первый ребенок. Вот здесь поподробнее. Когда родился первый ребенок, в каком было лет? В 24-25. До этого возраста были подобные жалобы? Нет, 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 до этого никогда не было. Нет, почему-то ребенка родила, и были такие страхи. Мы снимали еще, своего жилья не было в Москве, и почему-то у меня был такой страх, как будто кто-то сейчас зайдет и нас убьет. Я запирала все возможные двери там, окна все, было второй этаж. Я вот этот помню очень прекрасно. Скажите, пожалуйста, до рождения первого ребенка и до брака какая-то тревожная симптоматика вас беспокоила? Нет, 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 такого ничего не было, нет. А вы родили первого ребенка через сколько лет после брака? Через год. Через год родила. Через год. И после рождения ребенка через сколько это началось? Вот эти страхи? Ну, у ребенка было где-то два годика, наверное, и все началось. А как вам кажется, почему это началось, когда ему было два годика, а не годик или практически сразу? Я могу сказать вам почему, потому что мы снимали в одной квартире, там как было, ну, много комнат вот этих, как там, как общежитие. Ну, не общежитие, коммуналка, коммуналка, точнее, там было постоянно кто-то дома. Мы, я одна с ребенком на целый день никогда не оставалось. А тут, бац, отдельно сняли квартиру, и я с утра остаюсь одна с ребенком наедине просто. И вот почему-то, и на втором этаже, помню, там жили алкоголики, они постоянно шумели. На третьем этаже мы были, на втором. Я не знаю, может, из-за этого что-то, я не знаю. Почему-то у меня вот появился потом такой страх. Скажите, пожалуйста, вам вообще свойственно чувствовать себя не в безопасности или не уверенной в жизни? Да. А как это случилось? Почему вам свойственно в жизни чувствовать себя неуверенной и не в безопасности? Ну, не знаю, вот неуверенность у меня пошла вот почему-то после рождения второго ребенка, когда вот потеря сознания была, вот этот. А так я была уверена в себе. Ну, то, что вот причинят нам вред, я не знаю, это откуда взялось вообще без понятия. А вот как началась ваша потеря уверенности в себе? После чего? Ну, после того, как вот ребенок потерял сознание, когда вот эти мысли пошли уже в меня, вот тогда и они, как бы, потеря вот этот, как бы... Как вам кажется, Глия, что бы вы могли испугаться, когда ребенок потерял сознание? Ну, я думала, что ребенок умер. А если бы это случилось, что бы вы подумали? То, что я не справилась, я не ложила ребенка своего, как бы. И что это значит? Ну, я потерял своего ребенка, я не хочу этого ни в коем случае. Это понятно, это никто не хочет. Но, кажется, для вас не справиться – это слишком болезненная история. С чем вы не справитесь так сильно в своей жизни, что до сих пор тревожитесь? Почему для вас не справиться, подвести, быть виноватой – это настолько сильно? Что вспоминается прямо сейчас, из детства, со словами «Глия, ты не справилась»? Ой, такого тут вообще не знаю. Такого момента, с детства, что было. Когда вы начали беспокоиться о том, что вы не справитесь? Или были тревожны вы, когда вам нужно было что-то сделать? Было ли это беспокойство? Ну, может быть, когда на работу устроилась первый раз в Москве. Может, тогда что-то было уже. Какие-то страхи. Может, с твоим заданием чем-то не справились. Я объясню, почему я это спрашиваю. Понимаете, и у нас миллионы мам, которые родили ребенка. И все они хотят, чтобы дети у них были живы-здоровы. Но навязчивые мысли прикрепляются к людям только тогда, когда их уровень тревожности достаточно сильно повышен. И они, эти люди, очень сильно боятся не справиться и подвести. И навязчивая мысль про ножи – это лишь метафора. Потому что не было бы ножа, был бы там, не знаю, если бы вы жили на необитаемом острове, и у вас бы ножей там не было, было бы все то же самое, только вы бы боялись разбить людям голову об кокосовые орехи. Это не про ножи расстройство. Это расстройство про то, что я боюсь не справиться. И у вас проблема не в навязчивых мыслях. У вас проблема в том, что вы боитесь не справиться. Вы боитесь подвести. Вы боитесь быть осужденной. А кем, вот если бы случилось вот такое там несчастье, когда вы испугались, кем бы вы могли быть осуждены? Что бы вы о себе подумали? Ну, в первую очередь, мне кажется, муж бы меня обвинил, что я ничего не сделала, не смогла с ребенком. В первую очередь, я думаю, как бы я же целыми днями ребенком, одна дома, а он на работе. Как бы, мне кажется, в первую очередь, я от мужа бы получила, что я не смогла помочь ребенку. Прям получила? Ну, думаю, да. Он хорошего ничего не сказал бы, я думаю, да. А почему вам не приходит в голову мысль, что он бы вас поддержал, что он бы вас погладил по голове, бы утешивал и сказал, что ты не могла ничем помочь? Ну, потому что очень дорожит своими детьми то же самое, как и я. Нет, не сказал бы, не погладил бы по голове. То, что я откачала ребенка, он, да, как бы вызвали скорую, скорая приехала, он, да, как бы был рад, что ребенок как бы выжил, да, как бы ничего не случилось такого. Он быстро сам с работы за пять минут вернулся, я не знаю, самолетом, вертолетом, но он далеко работал. Вперед даже скорой, чем приехал он раньше, скорой он дома был уже, как бы. А за эти два года после рождения ребенка, как вы узнали, что дети для него самые главные? В его отношении я вижу, что самое дорогое у него это дети, семья. Он все для этого делает, ради семьи, все. А как вы ссоритесь, если вдруг он считает, что вы делаете неправильно для его детей? Бывает такое, я сама начинаю ссору. Не он, он никогда ничего не скажет, нет, нет, он очень спокойный, как бы, я, да, спыльчивый человек, я могу что-то ляпнуть, да. Он и то старается молчать, когда уже сильно задеваю, наверное, то ответить может он. А так нет, он очень спокойный. Это прекрасно. А как вам кажется, почему вам не пришло в голову идея, что если бы с ребенком что-то случилось, он бы вас поддержал? Почему сразу такое убеждение, что он бы вас не поддержал и фактически проклял там? Откуда такая убежденность? Ведь на самом деле, если посмотреть объективно, у любой матери ребенок может умереть не потому, что мать не уследила, и не потому, что мать плохая, а потому что есть куча обстоятельств, которые не позволяют матери ее спасти. Не знаю, не могу ответить. Не знаю. Вот в этом кроется много нюансов, понимаете, потому что у многих матерей есть дети. И мама, в принципе, исходит из того, что действительно может случиться все, что угодно, она не всесильна. Она не может запустить сердце, если оно не запускается. Она не может сделать реанимационные действия, если она их не умеет делать. Она исходит из того, что у нее есть. И максимум, что она может, это вызвать скорую, позвать там соседей или что-то там предпринять. Но не все зависит от нее. Вы же вот этой рациональной частью не пользуетесь, потому что слишком много тревоги. И вас вот эта тревога, она захлестывает настолько сильно, что вы не видите, что вы на самом деле боитесь. Вы боитесь не ножей. Вы боитесь не потерять контроль и не причинить вред ребенку. Вы боитесь какого-то осуждения. Кого вы боитесь осуждения? Я, наверное, осуждения всех боюсь, не знаю. Родители, например. Вам свойственно стало... А почему вы тогда ответили, что вам свойственны были эти симптомы только после брака и рождения ребенка? Еще раз вопрос, пожалуйста. Вы сказали, что у вас самый главный страх и симптом начался где-то во время того, когда ребенку было два года. До этого такого не было. Такого нет. А как вам кажется, почему вы вдруг начали бояться осуждения, вдруг начали бояться наказания именно после того, как вы родили ребенка и вышли замуж? Ну, не знаю. Ребенок – это ответственность из-за этого, наверное. А что для вас ответственность? Почему ответственность, наказание вдруг стали такой проблемой? Я объясню, почему и уточняю. Понимаете, Галия, когда у нас есть человек с ОКР, он всю жизнь был бы таким. Вот это очень важно понимать. Он бы всю жизнь был бы гипертрофированно ответственным, он бы боялся наказания, у него бы эти навязчивые мысли были бы гораздо раньше, чем 28-36. Он бы всю жизнь был бы такой и по ниточке бы ходил и делал так правильно, чтобы только его не наказали и не оставили одного, грубо говоря. Когда женщина говорит о том, что я, в принципе, всю жизнь была более-менее норм, все было хорошо, но как только я вышла замуж и как только я родила ребенка, у меня начались навязчивые мысли. Это говорит о том, что в этот период жизни она, а, потеряла в себе уверенность, она потеряла безопасность и она начала слишком сильно тревожиться, что вызывает у нее вот такие иррациональные сомнения. Возникает вопрос, почему вы в этом браке и почему вы в этих отношениях настолько сильно стали тревожными? Почему вы не стали в этом браке и в этих отношениях спокойной? Почему вы не стали быть логичной, рациональной, в безопасности? Почему вдруг в этот период вы вдруг начали ощущать небезопасность, ответственность гипертрофированной, страх что-то сделать не так, страх, что вы не справились, когда раньше вам это было несвойственно? Не знаю. Вообще не понимаю, не знаю, почему так. Хорошо. А расскажите немножко про ваши отношения с отцом. Секундочку. Алло, алло. Не могу. Да-да-да, слышите? Да, я понял. Не знаю. Расскажите, расскажите немножечко про ваши отношения с папой. С папой у меня замечательные. С мамой еще так, а с папой замечательные. Я всегда была с папой все детство. Прекрасно. Как вам кажется, почему вдруг у вас такая высокая тревога под названием «Я боюсь не справиться» и что меня осудят? Я реально боюсь потерять контроль. Боюсь. Очень боюсь. И что будет, если вы потеряете контроль? Тюрьма. Что? Тюрьма. А почему сразу тюрьма? А куда еще? А с чего вы взяли, что вообще контроль существует? Ну, как существует? Я же контролирую себя, чтобы не взять тоже. Не убивать кого-то. Ни себя, ни кого-то. Я вас тут разочарую. Вы очень сильно ошибаетесь. И, в принципе, вы ошибаетесь в очень многих вещах, которые, наверное, пока вам непонятны на таком этапе вашего консультирования. Потому что терапия ОКР это достаточно сложное расстройство. И чтобы вы поняли, что с вами происходит, вот так вот просто с кондычка это сделать нельзя. Хотя я выбрал ваш кейс, но тем не менее. Первое. Проблема в том, что контроля никакого в вас нет. Это иллюзия. Ваша центральная нервная система работает без вашего усилия. И контролировать центральную нервную систему не нужно. То есть у вас нету в центральной нервной системе какого-то рычага под названием контроль, который вы вдруг боитесь, который вы вдруг можете потерять при каких-то условиях. Я объясню, при каких условиях центральная нервная система может переключиться и вы будете в неком неадеквате. Вариант первый. Вы будете в тяжелом алкогольном или наркотическом опьянении. Вариант второй. Вы будете под действием внутривенных каких-то реанимационных препаратов по типу пропофола или еще что-нибудь. Третьего. Получите тяжелую черепно-мозговую травму. Больше случаев, чтобы вы потеряли какое-то самообладание в этом смысле, не существует. И все ОКРщики рассказывают себе идею про то, что есть некий рычаг контроля, который они как обезьяны должны вцепиться и держать. И в этом и есть их проблема. И эта проблема двойственная. Запоминаете или записываете. Первое. Это сама по себе тревога от метафор, от иллюзии, что есть некий контроль, который надо держать. Это как виртуальная стена, которую вы держите над головой и боитесь бросить. Уже на вас раздаривает. А стены нет на самом деле. И тут на первом этапе терапии мы начинаем потихонечку этот контроль отпускать. И мы это называем «Не надо хлопать солнце». Если вы смотрели базовые курсы, надеюсь, что вы его смотрели, но ни хрена не делаете. Потому что это и есть. Не нужно пытаться контролировать то, что ничего не меняет. И ваша задача на поведенческой терапевтической части перестать избегать ножей, перестать избегать контакта с этими ножами, научиться спать с ножами под подушкой и полностью отпускать контроль над вашим психическим состоянием. И пока вы у меня не скажете «Пускай я сойду с ума хоть завтра и пускай я потеряю 25 тысяч контролей, пока вы это не сможете сделать, ваша тревога будет вас преследовать». Это то, что касается поведенческой части. Подытожим. Первое. Иррациональное представление о физиологии. Нету в центральной нервной системе точки, которой вы можете управлять под названием контроль. Это понятно? Да. Второе. То ощущение, которое вы чувствуете, что вы вдруг можете потерять контроль, связано не с контролем. Это тревога. Вы на самом деле чувствуете высокую тревогу. Не потерю контроля, не приближению потери контроля, а просто высокую тревожность. И вас в течение дня эта тревожность то поднимается, то уменьшается, то поднимается, то уменьшается. И это не про контроль. Это про тревогу. Но вы думаете, что из-за высокого вот этого состояния тревоги вы потеряете контроль. Да потеряете уже. Когда у вас будет подниматься это тревожное состояние, захотите потерять контроль. Скажите, 3-4, давай, прямо здесь я сейчас потеряю контроль. Давай, что тут дур, где тут у нас дурдом? Покажите, в какую сторону бежать. Юморите над собой. Теряете этот контроль сколько хотите. Пока вы не сделаете шаг вперед к потере контроля, вы будете все время сражаться с виртуальными мельницами, с виртуальными какими-то проблемами под названием потери контроля. Нет никакой потери контроля. Не надо хлопать солнце, чтобы оно встало утром. Понимаете? И пока вы не перестанете хлопать, вы в этом не убедитесь. Соответственно, пока вы убираете ножи, пока вы избегаете ножей, пока вы держите виртуальный контроль, вы циклите ваше расстройство. На одном и том же, на одном и том же. И оно поэтому не проходит у вас. Это первая большая поведенческая часть под названием нейрофизиологии, поведенческая терапия Павла Сеченова, Скиннера и так далее. Понятно? Да. А теперь есть под этим второй большой пласт терапии. Вот даже если вы сейчас у меня поняли все про ошибку с контролем и начали... Возьмите, кстати, нож, пожалуйста, на кухню. Которого сам я боюсь. А можете так вот прислонить к руке? Страшно? Нет. Почему? Нет. Не знаю. А почему? А что не так? Ну, я знаю, что не воткну. А почему? Нет, почему? Не буду я воткнуть. Нет. Не сделаю я этого. Какой-то вы странный УКРщик немножечко, да? Мне кажется, что я сейчас вам скажу, о чем я думаю. Смотрите. Итого, у нас есть интересный эксперимент. Что когда-то у вас иногда поднимается контроль... Ой, простите. Поднимается тревога. Вы думаете, что эта тревога связана с потерей контроля, начинаете порядок ножей, начинаете очень сильно бояться. Мне кажется, что ваша тревога связана вообще ни с ножами, ни с детьми. Мне кажется, что в целом вы живете в какой-то атмосфере, и в целом вы живете в какой-то атмосфере, в которой периодически поднимаются причины для тревожности. И поднимаются достаточно прилично. А проблема про детей и про потерю контроля и обсессивные мысли – это лишь метафора этой тревожности. Потому что вы сейчас спокойно взяли нож, если бы вы были ОКРщиком, вы бы никогда бы вот так вот не взяли бы просто. Вы бы посмотрели, ой, ну да, он там лежит, я не готова подойти, а вдруг я что с собой сделаю, тут вот 300 человек на меня смотрит. И, во-вторых, ОКРщик не будет писать вот так вот, я боюсь потерять контроль на 400 человек онлайн. Очень тут немножечко не сходится. Понимаете, ОКРщики немножечко другого характера. Это вот то, что ножи прятала уже за три года, честное слово, вот два маленьких ножа дома есть, как бы я уже особо их не боюсь. А которые большие, реально они не перед глазами, я их боюсь действительно, их нет. Я бы сейчас не взяла бы нож даже большой. Они маленькие вот эти. Я их беру как-то и режу целый день. Простите, а в чем логика разницы, чем убивать ребенка? Не знаю, ну вот у меня нож в голове, почему-то я не знаю. У вас что маленький, но что большой, какая разница? Ну, маленьких я не боюсь, не особо как-то. Да, раньше прятали, сейчас они дома уже, два ножа маленьких. Можете объяснить, в чем разница между большим и маленьким ножом с вашей точки зрения? Ну, не знаю. Я боюсь острых ножей, больших ножей. Я не знаю, почему их боюсь. А эти не острые, ими причинить ничего нельзя. Можно почему? А чего вы их не боитесь? Причинить чем угодно. Даже вилкой, ножницами можно чем угодно причинить, не только ножом. А у меня страх ножа. Вы понимаете, да, что это не совсем про УКР с точки зрения иррациональности. Вот таких ножей не боюсь, а вот таких боюсь. Вот вилку, ложку, этих ножей не боюсь, а вот этого боюсь. Здесь что-то не так. Потому что не бывает такого избранного момента в обсессивно-компульсивном расстройстве. Бывают избранные нюансы в других чуть-чуть деталях. Но смотрите, даже если вы бы сейчас взяли большие ножи и начали бы с ними спать, и начали бы с ними, не знаю, на кухнях оставлять, это не решило бы саму проблему. Потому что ваша тревога, она, скорее всего, связана не про ножи. Вот давайте подвинем за скобочки ваши ножи, которых на самом деле нет, и вы их не боитесь. За что у вас тревога остается в жизни? Чем вы занимаетесь утром, днем и вечером? Когда у вас поднимается тревога? Что происходит? Утром я иду на работу. У вас поднимается тревога утром. Да. А вечером? Вечером нет. Вечером нет. Смотрите, Галия, я хочу обратить ваше внимание. Как интересно у вас работает избирательность. Эти ножи боюсь, эти не боюсь. Вот тревога утром есть, а вечером нет. А вы можете как-то подумать, почему тревоги много утром, а вечером нет? Ну, утром, во-первых, я на работе, в кафе работаю. Там тоже очень много больших ножей, никого нет. Я одна. Одна оставаться я боюсь. Как бы могу причинить вред себе. У меня мысли. Сколько раз за последние 10 лет вы причинили вред себе, оставаясь одной? Ни разу. Почему? Ну, у меня у КР ничего не было, таких страхов не было. Таких мыслей не было. Только что сказали, что вы боитесь остаться одной и причинить себе вред. Но это сейчас началось, когда мысли начались. Я уже боюсь, я уже боюсь, как бы. Смотрите, приплюсовываем к первой части поведенческой терапии еще вот это упражнение. Вам надо как можно чаще оставаться одной и доказать. Оставаться вообще не могу. Со старшей я остаюсь, с маленькой вообще не могу оставаться. Вот послушайте. Приплюсовываем поведенческое упражнение. Вы должны потихонечку учиться оставаться одной с детьми. И когда будет подниматься ваша тревога, задать себе один простой вопрос. А что ты сейчас тревожишься, если мы не касаемся каких-то иллюзий про потерю контроля? У вас нету контроля. Вы боитесь ответственности. Внимание, вопрос на таком. Почему для вас работа и дети под названием ответственность настолько сильно болезненны? Что для вас означает слово ответственность? Почему вы такая гипертрофированная ответственная? Ответственным надо быть. Подводить нельзя ни на работе никого. Понравиться надо, видимо, директору. А и дома нельзя никого подводить. Я так понимаю. А насколько сильно проблема с ответственностью у вас выражена? Выражена. Ну, не так сильно, но все равно есть, наверное, раз я думаю об этом. А расскажите, пожалуйста, когда вы начали ощущать или вспоминается из вашей юности, может быть, когда вы стали очень трепетно относиться к ответственности, когда люди вам что-то доверили. Вот вам доверили кухню, вам доверили готовку, вам доверили ребенка любимого, вам доверили Галия. И вы не должны подвезти. Когда это началось? Ну, вот когда приехала в Москву и на работу пошла, тогда и, наверное, начиналось это все. А до этого я ничего такого не чувствовала, что ответственность что-то там не было такого никогда. А что, у вас ответственности не было до приезда в Москву? Было, наверное, я с родителями жила. Не знаю. А как вы обходились тогда с той ответственностью? Почему это не вызывало тревогу и почему в Москве эта тревога стала выше? Ну, в Москву я приехала, у меня никого не было. Здесь я одна, я снимала. Ну, допустим. А при чем здесь ответственность подвести каких-то людей? Ну, не знаю. На работу, чтобы не вы... Что я не смогу выполнить свою работу. Это же ответственность... Давайте, предположим, вы приехали в Москву, не смогли выполнить работу и вернулись домой. Что бы тогда было? Ну, жила бы в деревне у себя, у родителя. Тогда что-то здесь у меня не сходится в голове. Вот как так? Понимаете, ОКРщик – это ОКРщик. У него что ответственность и гипертрофированный контроль и ответственность у себя, я не знаю, там, в Уфе? Что у него гипертрофированный контроль и ответственность в Москве? Разницы у него не будет. Разница будет только в уровне тревоги, если у него в Москве стали больше факторов, которые более ответственны. Но он по жизни ответственный. Вы же говорите, я по жизни была не супер-пупер ответственной, а тут вдруг я переехала в Москву и заразилась ответственностью. Что-то здесь не клеится. Не знаю, что не клеится у вас. Это у вас не клеится, у меня-то тоже не клеится. Но проблема в том, что не бывает такого, где вот вдруг на ровном месте у людей начинается ОКР. Такого не случается. У вас поднялась тревога. Это понятно. После переезда в Москву. Но ваша тревога-то связана с ответственностью и с желанием, и с нежеланием подвезти кого-то? Получается, да. А кого вы боялись подвезти, когда вы в Москву переехали? Ну, во-первых, я устроилась на работу, и родители же тоже за меня переживали. Буду я работать, не буду. Я же снимала. Может, их, наверное, в первую очередь я не хотела подвозить своих родителей. Они же за меня переживали тоже. А как вам свойственно бояться за поведение родителей, за их переживания в детстве, в юности? Вы сильно переживали за их мнение? Ну, было, наверное, когда в школе училась, да. Когда поучала. Наверное. Было, наверное, такое. Смотрите, что я думаю. Во-первых, это не похоже на классическое ОКР. Либо вы не говорите о том, что вы с детства имели какие-то нюансы. Не бывает так, что человек всю жизнь живет в нормальном истории с контролем, в нормальной истории с ответственностью, нет никаких проблем. И вдруг переезжает в Москву, и вдруг становится совершенно другим человеком. Вот сейчас это звучит так. Я стала совершенно другим человеком, когда родила ребенка и вышла замуж. Если исходить из этой концепции, почему вы стали другим человеком, когда вышли замуж и родили ребенка? Что же повлияло тогда на вас? Не знаю. Ответственности больше, наверное, семья. Но ответственность и семья – это не повод к неврозу. Когда у человека появляется ответственность и семья, и это становится поводом к актуализации невроза, это означает, что для него ответственность и семья – достаточно болезненные и травматичные вещи. Вы же мне говорите, что для вас ответственность и семья никогда не было проблемой. И вдруг она этой проблемой стала. Обычно, 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 в подобных кейсах, как у вас, это звучит следующим образом. Я действительно до какого-то периода жизни жила более-менее нормальной жизнью. Но потом, после переезда в Москву, я приняла определенное решение и стала жить в такой, такой жизнью и в такой атмосфере и с такими нюансами, которые меня периодически очень сильно тревожили. И я стала так сильно бояться облажаться, я стала так сильно бояться подвести, я стала так сильно бояться быть наказанной или брошенной. Что после рождения ребенка, после того, когда я увидела то, что с ним там случилось, я так сильно испугалась. И это как раз-таки и проявилось, что я буду виноватый. Потому что миллион мам, которые бы попали в такую точную ситуацию, бы испугались. Но многие из них бы не сказали, что они виноваты. Потому что действительно с ребенком может случиться что угодно. То есть та ситуация, где ребенок там потерял сознание, она лишь подняла на поверхность то, в чем вы жили все эти два года до и после его рождения. И тут возникает вопрос, чем вы руководствовались выходя замуж, как у вас отношения с мужем, как у вас отношения с вашими родителями. Почему для вас быть наказанной, потерять контроль и подвести является такой важной и значимой проблемой? Почему это началось после рождения ребенка, а не в девятом, десятом, одиннадцатом классе? Или в первом там на курсе там, или когда вам было там лет двадцать? И почему до сих пор это с вами? Ответ. С вами это до сих пор, потому что вы избегаете ножей и избегаете оставаться одной с детьми. И здесь вам даю конкретную рекомендацию перестать избегать оставаться одной с детьми. И каждый день оставаться одной с детьми, доказывая себе, что это иллюзия. Но тут, пометуя психодинамику, я вам скажу следующее. И мои студенты сейчас это наверняка поняли. Если я заберу у вас симптом, если я заберу у вас страх ножей, если я заберу у вас страх за детей и страх потерять сознание, то у вас останется голая тревога, в которой вы будете жить. Потому что проблема не в детях. Что? Если вы этот симптом, если вы заберете себе, из-за чего у меня будет тревога? Объясните, пожалуйста. Потому что вы не видите причинно-следственной связи. Вы тревожитесь не за симптомы. Вы сначала тревожитесь, а потом симптом. Но симптом про ваши ножи и про ваших детей – это иллюзия. Если я вас сейчас запрошу, вот хотите, я вам просто это докажу, вот вы можете попросить своих родственников прекрасных запереть вас с детьми на 24 часа. И пусть вы там барабаните вашу дверку, и ничего с вами не произойдет. Но вы этого не хотите увидеть. Вы не хотите себе это показать. Вы не хотите обложиться ножами и закрыться с детьми, чтобы доказать себе, что на самом деле вы гоните. Потому что вы в этот симптом убегаете. И убегаете от того, как вы живете, где вы живете и чем вы занимаетесь. И чтобы не видеть то, как вы живете, и то, что вам так невыносимо тревожно, вы начинаете убегать в этот симптом. И если я его заберу с помощью поведенческой терапии, вы столкнетесь с реальной правдой. И это реальная правда – то, что вы живете в хронической тревожности. И это не про ножи. И это не про детей. Это про какую-то вашу хроническую тревожность, в которой вы в последнее время живете. И если я правильно записал, то вы в этой тревожности живете после переезда в Москву. Ну, получается, да. И разбираться тут надо именно с тем, почему вы стали так сильно тревожиться после переезда в Москву. Запрытись вы с детьми в вашей квартире. И докажите себе, что проблема не с этим. Абсолютно. И поверните избушку передом. А передом это значит задаться вопросом. А про что я на самом деле тревожусь? Тогда я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, что я не тревожусь. В этом и есть ваша терапия. Но давайте сделаем так. Вам три недели на то, чтобы каждый день оставаться с детьми одна. У меня папа. Папа на мороз. Папу на мороз. Отправляем. Дочка лечится. Да, да, да. Вот тут начнется самое забавное. А что вы так не хотите вылечиваться? Что вам это дает? Потому что если я сейчас попрошу вашего папу, вашего мужа, вашу маму собраться у голубых экранов телевизоров и скажу, наша задача в течение трех недель оставлять галию одну с детьми, обложившись ножами, и как бы она ни барабанила в дверь, ни кричала дурнины, ничего не делай. Я вас уверяю, через три недели у вас бы симптом этот пропал. Все. И тут бы началась бы только настоящая терапия. Потому что как только вы бы осознали, что на самом деле ничего не происходит, сначала бы вам стало легче, а потом бы вы начали понимать, что на самом-то деле у вас тревога-то в принципе периодически поднимается. И вот тут начинается уже аналитическая история, а почему у вас в принципе поднимается тревога. И это вопрос, чем вы живете, с кем вы живете, как вы живете, что вы боитесь подвести, кого вы боитесь подвести, кем вы боитесь быть наказанным. А люди с ОКР обычно боятся быть собой. Как вы боитесь быть собой? Как вы боитесь самореализовываться? Чего вы такого хотите, чего вы так сильно боитесь? Кто может вас осудить за то, что вы, может быть, хотите или нет? Что вы боитесь? Кого подвести? Вот об этом была бы ваша терапия. Но сейчас это все лирика, это все фантазия, да? Первое, что точно надо сделать, это в течение трех недель, каждый день, оставаться с детьми одна. Не подыгрывать себе, а прям принципиально каждый день выполнять это упражнение. И вы через три недели увидите, что оказывается-то вы можете оставаться сколько угодно одна. Окей, потом вы можете задаться вопросом, а что мне дает мой симптом? Если я поняла, что я три недели оставалась с детьми, одна меня запирали с ножами, и ничего не произошло, а что мне тогда дает этот симптом? Про что это? Зачем мне переживать, и чтобы я не оставалась одна? Может быть, я так боюсь быть брошенной кем-то? Может быть, я боюсь так сильно остаться одна в принципе по жизни? Может быть, я боюсь, что от меня отвернуться? Может быть, я боюсь, что я кому-то не понравлюсь? И чтобы не остаться одной, я говорю, ну-ка, все в комнату, все в дом, я больная, у меня страх остаться одной. Все, все будьте здесь, сидите. И это какая-то личная ваша семейная история. И это не про ножи, и это не про ОКР. это вот обсессивная часть с тревожностью, потому что есть какие-то нелады вот в этих системах отношений. Муж, жена, родители, дом, семья. Вот тут что-то идет не так. Потому что, если вы сделаете это упражнение, которое я вам сказал на протяжении трех недель, вы очень быстро увидите, что на самом деле вы просто не хотите, может быть, остаться одной. Может быть, вы просто не хотели бы брать на себя много ответственности, чтобы лучше, чтобы с вами были люди, которые вам будут помогать или поддерживать. Может быть, вы так просите о поддержке. Естественно. Потому что родители здесь, а я работаю спокойно. Есть с кому детьми сидеть, вот и все. Это вторичная выгода. А зачем для этого вам симптом? Не знаю. Вот подумайте об этом, пожалуйста. Вторичная выгода, то, что как я больная, очень похоже. К сожалению, наше время закончилось, но я думаю, что вы пересмотрите, пожалуйста, и вы поймете, про что я. Потому что, скорее всего, вам симптом будет не нужен, если вы научитесь со своими близкими разговаривать и сказать, слушайте, я вот боюсь не вывести, давайте вы вот здесь поможете, здесь поможете. Не из-за симптома, а просто потому, что вы с ними поговорили нормально по-человечески. И я уверен, они вас выслушают. Хватит бояться иллюзий. Пойдите и докажите себе, что это иллюзия. Спасибо вам большое. Я не опасна. То есть я эти ножи не возьму, да? Я 15 лет уже с вашими ОКРщиками, с ножами работаю. Вот это просто история про тревожность. Запритесь с детьми в комнате. Только так это можно вылечить. Я вас поняла. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну что же. Спасибо Галие большое за участие. Мы подводим коротенькие итоги. Не могу сказать, что это суперлегкий кейс. И многие специалисты бы могли бы немножечко запутаться. Но я хочу сделать акценты. Первое. Когда мы испытываем страх тревоги из-за повышенной концентрации гиперконтроля, чтобы не остаться одной, чтобы что-то не сделать или ножи, мы занимаемся поведенческой терапией. Это называется экспозиция. Это обоснованная наукой методика поведенческой терапии, где мы каждый день просим человека остаться одной с детьми, с ножами в том числе, чтобы доказать себе поведенчески, что это иллюзия. Но проблема в том, что люди уходят в эти иллюзии, хоть они и верят, что это главная проблема, не просто так. Они обычно от чего-то убегают в это. И, как правило, это просто тревога. Какая-то тревога, как правило, в семье. И если наша Галия после устранения симптома благодаря поведенческой терапии сможет трезво посмотреть на отношения с мужем и с родителями, и со своей работой, и со своей ответственностью, и правильно распределить эти роли и свои задачи, возможно, ее симптомы больше никогда и не появятся. Конечно же, нужно всегда понимать, что вот так вот просто за 50 минут это сложно разобрать прямо от винтиков до болтиков. Но мне кажется, получилось показать вам, как может выглядеть непростой кейс ОКР. Я напоминаю, что ОКР это самый тяжелый вид невротических расстройств психотерапии. И заметьте, никакой препарат не вылечит Галию в виде отношения с мужем и с семьей. Но какой-то препарат мог бы снять у нее тревогу и обсессии. Но если симптом ей нужен, чтобы выстраивать коммуникацию с людьми, с мужем и с родителями, то это будет бесполезно. И как видите, на протяжении уже нескольких лет это происходит. И она ничего с собой не сделала, но она в это не видит. Потому что на самом деле она так коммуницирует со своими родственниками. И об этом ей и стоит задуматься. Я благодарю всех за внимание. Это была школа эмоционального интеллекта и психотерапии. Меня зовут Алексей Красиков. Если вам нравится, поставьте лайк, напишите комментарий. Буду рад или свою гипотезу выразите под комментариями. Напишите, прав я или вам кажется, что не прав, жесткий, мягкий, холодный, твердый. Пишите все, что хотите в комментариях, пожалуйста. Спасибо большое. Надеюсь, вам было интересно и вы погрузились в мир психофизиологии и а не психологии. и вы наглядно будете каждую среду видеть, как это работает. Спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok